Это мега круто! Ой, девчонки, вы уже здесь? Ну ладно, тогда начинаем видео. Сегодня я сделала вашу любимую рубрику, что можно крутого заказать на Алиэкспресс и чачил. В общем, сегодня очень много будет косметики, бьюти, продуктов, и давайте скорее начнем, потому что реально очень круто. Кстати, я дико влюбилась вот в такие вот украшения для волос, такие алюминиевые, которые зажимаются на косичках, на прядках. На них я оставляю тоже ссылки, и на вот такие вот украшения, цепочки тоже, потому что они выглядят в любом образе бомбически, и его очень сильно дополняют. Давайте немножечко передвинем микрофончик. Покупка, которая ко мне пришла буквально прям вчера, и я считаю ее необходимой для каждой девочки, которая красится, и у нее есть кисти. Это шкатулка, подставка, коробка под кисти, называйте как хотите. У меня была открытая тоже из акрила, просто такие подстаканчики, тоже с Алиэкспресс красивые, но кисти пылятся. И я мою их часто, стараюсь мыть, но все равно пыль попадает, и мне кажется, именно из-за пыли у меня были прыщики. Короче, я нашла вот такую вот с крышкой, закрывающуюся, мега просторную, огромную. У меня даже столько кисточек нету, потому что я минималист, я все почистила, выкинула, я оставила только самые нужные кисти. Ну и заказала еще парочку новых, короче, все по кругу. Вот такой вот контейнер, у него огромная крышка, правда я боюсь, что, конечно, со временем, после долгих открываний, эта крышка перестанет уже нормально работать. Но, тем не менее, короче, покупка века. Настя, какие крутые кисти можно заказать на Алике, чтобы они были прямо вот очень хорошего качества. Я покупала Real Techniques, MAC, ну в общем, брендовые кисточки сама. По качеству я прям суперсильной разницы вообще не вижу ни по носению, ни как. А если говорить о красивых кистях, которые у меня последние появились, это вот эти вот две кисточки. Первая в форме вот такой розы, у нее и сам ворс, тоже выполнен цветочком. И, ну, не уронишь, это значит, ты видео не снимал, как говорится. И сама ручка тоже вот такая вот изогнутая, как стебель. Она безумной красоты, нереально мягкая, я буду использовать ее для пудры, потому что у меня одна кисточка для пудры обычная, но вот эта вот прям идеально подойдет. Вторая кисть уже более лаконичная, но у нее просто вот такая потрясающая кошачья петуля на ворсе. И ее можно использовать для тональной основы, я уже пробовала, хорошо наносит, но в себя тоже немало забирает, в принципе, как любые кисти или спонжи. Можно носить бронзер или румяна, в общем, но она такая многофункциональная. И у нее жутко приятный, мягкий такой немножечко дуофибра, разноворсовый. Следующая кисть, которая в моем инстаграм вызвала очень много вопросов, откуда она, ссылку на нее оставляю. В общем, это кисть, у которой в ножке, в ручке вода, ну или какая-то жидкость, и вот такие вот блестки переливающиеся. Свет, конечно, очень залипательный, здесь она такая синтетическая на ощупь, не самая приятная, но из нее что-то течет. Ну, то есть то, чем она наполнена, вытекает, это очень что-то липкое, такое, как клей с маслом, я не знаю, очень странное. Я в отзывах читала, у кого-то нормальные, у кого-то текут. Вот, короче, как вам повезет, но если очень хочется, то она не супер дорого стоила. Потом я не распаковывала новый набор кисточек, все ждала видео, чтобы вам показать и рассказать. Они очень красиво, капучино оттенка, и конкретно у этого набора я заказала второй, такой же у меня был в сером цвете или в черном. Мех прям вот идеальный, какой должен быть у синтетических кисточек, чтобы хорошо набирать продукт, отдавать. Ворсинки лезут из кистей, у меня такого не было ни с одной кистью за все время мое использование вообще, ни с брендовыми, ни с дешевыми, ни с какими. Я не знаю, почему так, почему у других некоторые лезут и жалуются, но у меня, ну там, одна ворсинка в год выпадет, ну то есть это в пределах нормы. Давайте посмотрим теперь косметику, вот такая вот коробочка, я уже не помню, что я заказывала, будем сейчас вместе смотреть, я считаю, что здесь луз паудер. А, о, прикольная, и мы достаем вот такую вот с пульверизатором, как знаете, на французских раньше духах, вот такие пиу-пиу. Здесь такая еще защитная система. Это мега круто! Это пудра, я там убирала еще разные оттенки, с шиммером должна быть. В общем, давайте пробуем на лице. Вы видите, она прям пахнет очень приятно, и это просто вот такая вуаль, как вам показали. Просто очень крутая, я в шоке. Она нереально приятно пудрово пахнет, прям, знаете, как детская присыпка, я обожаю этот запах. Просто, вы знаете, настроение добавляет. Стоит на туалетном столике, почему я так ее держу, и вы подошли, такая пау-пау-пау, напшикались, и волосы, лицо, или там грудь, декольте, ноги, и все. И все блестите, сияйте, и реально выглядит круто. Вы знаете, что ссылочка на нее. Где? Круто! Правда, вот упаковка пришла такая немножечко помятая, но у нее защитный есть внутри контейнер, поэтому в целом она вышла целая. Я волосы управляю не потому, что у меня привычка, а потому, что я от микрофона вот сюда отгоняю их, чтобы они не прикрывали. У меня здесь куча упаковок, а как мне их вскрыть? Вопрос. Да, ногти мои прощайте. Кстати, вот фирма Focalure, это одна из немногих именно реально таких брендовых фирм на алике косметики, которые, ну, которым можно доверять. И что же я тут заказала? Вот в такой коробочке, очень красивый. Кстати, я сейчас снимаю видео при естественном освещении, даже без кольцевой лампы, вообще ничего у меня не горит в комнате. Напишите в комментариях, увидите разницу, и какой вам больше свет нравится вообще, или все равно. Короче, что это такое? Это жидкая подводка, маркер, просто супер насыщенный черный, с нереально тонкой кисточкой, пругой, которую можно прям вмиг начертить подводку. Короче, крутая. У меня классная такая софт-тач упаковка. Интересно, еще какая она по стойкости, я пойду потом смывать ванную, вам тоже покажу. Так, следующая у нас упаковочка, это 01 оттенок. Короче, если хотите косметоз с Алиэкспресса, но боитесь умереть от блесток огромных в глазу и вообще от некачественной косметики, то вот Focalure можно доверять. Выглядит вот так, очень минималистично. Я взяла, конечно, суперсветлый оттенок, он мега плотный, офигенно растушевывается, растягивается и перекрывает. Но у него розовый потом, к сожалению. Вот я уже просто вижу на руке, потому что консилер для меня это личная боль с моей тонкой кожей под глазами и проступающими венками капиллярами. Поэтому, конечно, вопрос большой, как она скатается, не скатается под глазами. И прям реально что-то очень достойное. Так, следующая упаковка. Опять же, очень хорошая упаковка. Прям вот открываешь и не скажешь, что это какой-то дешман. Видите, я открываю здесь дальше вот такой вот пакетик, который мы вот так открываем. Это, видимо, чтобы не протекло. Видите, все продумано. И выглядит, как вот такая вот маленькая таблеточка. Помада для губ. Вот такая вот небольшая, миниатюрная. Еще одна упаковка. 0,2 номер. И здесь вот такой какой-то продукт. Ребята, вы что там на заказывали-то хоть? Даже не знаю. Это блашер. Я так понимаю, это румяна. Rose powder. Вот так это выглядит. Ой. Это какие-то ядрен батон румяна. А, и с другой стороны кисточка. Супер-супер плотно набитая, чтобы, видимо, растяжку делать румян. Ну, вы видите, когментация лютая, нужно, конечно, в разы меньше. Но идея крутая, удобно. То есть мы ставим пятнышко, допустим, такое. И с другой стороны кисточкой нифига не растушевываем. Прям такой очень плотный продукт. Продукция румяна снизу кисть, прям супер плотная, которая все растягивает. Ну, в целом выглядит тоже круто. Именно такой вот насыщенный холодный розовый оттенок к натуральному румянцу. Следующая очень нужная бьюти-вещь, я уже заказала такую вторую, это вот такая вот магическая коробочка алюминиевая, которую мы открываем. Она стоит копейки. И внутри черная губка, без всякого состава, просто черная плотная, супер-пористая губка. Вот вы делаете макияж, у вас там немного кистей или она у вас грязная, я специально ее макнула в черные тени. Вот она у вас окрашивается темными тенями. И вы эту кисточку чистите в этой банке вот таким образом, из-за того, что она супер-пористая и грубая, она все тени в себя забирает. Ее можно потом сполоснуть водой, там, не знаю, раз в неделю. Но кисточка у вас при этом чистая абсолютно. Кисть чистая, прям 99%, не будет никакой каши именно по теням на веках. Прям реально заказываете, супер нужная вещь. Это массажер для лица. А, весь разваливается так. Это нормально, причем он развалился по частям. Попытаюсь его, конечно, вставить. Вторая штучка с такой рифленностью, она почему-то запакована в какую-то салфеточку. Похоже на детский памперс. Алиэкспресс, ты не предстаешь удивлять. Это сделано должно быть из натурального камня, по идее, оникса. Готово. Вот такой массажер для лица. С одной стороны, он гладкий и холодный. Это, на самом деле, очень приятный лица. Я подобной брендовой, фирмовой разыграла в своем giveaway в инстаграме. Это очень приятно, допустим, для нанесения крема. Вот этот вот массажер с такими рифленностями, он прям круто делает и лимфодренаж, и массаж, и подтягивает более глубокого действия. Очень крутая штука, потому что массажер для лица для меня актуальная тема. Я очень хочу делать массажи, но у меня были разные массажеры для лица. Они грубые, то есть они могут оставлять синяки. А именно вот из натурального камня, вот такой тяжеленький, им и работать приятно легко. И очень круто с любым кремом помыть его удобно. Для каждой девушки я бы посоветовала его. Но еще покажу вам последнюю расческу, которую я заказывала на Алиэкспресс. И я ее ношу с собой. Аналог моей балийской расчески. У нее здесь щетинки такие бычьи или искусственные, не знаю, и тоненькие, длинные. В общем, ей круто очень, можно расчесывать волосы быстро. И она супер мало места занимает. Потому что обычно мы берем с собой в сумочку пластиковую такую тоненькую расческу, или деревянный гребешок, который ревет волосы, электризует. Вот это прям вот супер годный вариант. Все, я на этом с вами прощаюсь. Я показала самые крутые бьюти в свои заказы. Скоро будет коллекция купальников. А, еще небольшой спойлер. Завтра мы с сестрой снимаем обзор на косметику Холодное сердце. Скоро тоже будет на канале. Я вас всех обнимаю. С вами была Анастасия Булла. Жду вас в комментариях. Обязательно ставьте лайк, чтобы показать, что вам моя работа понравилась. Я вас обнимаю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok